Здравствуйте! Новостной выпуск на телеканале ННТ, в студии Махач Курбанов и небольшой анонс о том, что вы увидите в нашем сегодняшнем выпуске. Медицинская помощь стала доступнее. Глава региона Сергей Меликов вручил ключи от новых спецмашин главврача медицинских учреждений. ОНФ взял наличный контроль. Несколько детей пострадали на детской площадке, где вместо резинового покрытия залит асфальт. Подробности непростой ситуации расскажут наши коллеги. За победу на Олимпиаде в Токио депутат Госдумы премировал своего земляка Булрашида Садулаева. Смотрите в нашем спортивном блоке. Новые машины врачам. Ключи от 27 спецмашин получили дагестанские главврачи медицинских учреждений. Ключи были переданы лично руководителям республики в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения республики Дагестан. Среди автомобилей газель для транспортировки больных, Нива для перевозки медперсонала, а также Лада Ларгус, которая сочетает в себе возможность перевозки медперсонала и лежачих больных. По словам Сергея Меликова, такое обновление автопарка послужит повышению доступности медицинской помощи для жителей районов. Раньше поликлиники вообще транспортом не оснащались. Сейчас вот по модернизации первичного звена здравоохранения поликлиники оснащаются таким транспортом для того, чтобы опять же в поликлинику на прием к врачу можно было пациента доставить, при необходимости перевезти его потом либо в медицинское учреждение, либо вернуть домой. То есть, в общем-то, такая хорошая поддержка, хорошее подспорье. В Махачкале по проспекту Шамиля 21 произошел пожар на крыше жилого пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Из здания эвакуированы 120 жильцов. По предварительным данным жертв нет. На месте работают 10 единиц пожарно-спасательной техники. Причины возгорания устанавливаются. Около 1500 пар немаркированной обуви выявили в Махачкале. Контрафактный товар был выявлен в ходе осмотра дагестанскими таможенниками совместно с сотрудниками МВД в торговых точках города. В настоящее время принимаются меры, направленные на установление рыночной стоимости неизъятого товара. По результатам оценки будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела, либо дело об административном правонарушении. Отмечу, что согласно российскому законодательству, маркировка должна быть на каждой паре обуви, включая все остатки. Товары без кодов нельзя продавать, хранить и перевозить. Небезопасный двор. Несколько девочек разбили голову на детской площадке, где вместо резинового покрытия залит асфальт. Больше года родители пострадавших малышек не могут наказать виновных. Общественный народный фронт взял ситуацию на личный контроль, пригласив на место событий сотрудников администрации города, прокуратуры и представителей УЖКХ разобраться в ситуации. Подробнее материали моих коллег. Это ни в чем не повинный ребенок пострадал, понимаете, просто выйдя на прогулку вот сюда. Фарида Амарова, мама девочки, которая год назад, гуляя с отцом на этой площадке, по адресу Акушинского, 23, решила прокатиться с горки. Поднимаясь по ступенькам, четырехлетняя малышка оступилась, ударилась головой об асфальт и разбила голову. Все произошло в считанные секунды, отец даже не успел поймать ребенка. Родители считают, что будь там резиновое покрытие, удар можно было самортизировать, избежав трагичных последствий. Гематомы с обеих сторон, теменной области, перелом основания черепа. Нам тут же сделали операцию, операция длилась около шести часов, с 21.55 ее забрали на операционный стол. В четыре утра где-то спустился доктор, сказал, что девочку наблюдаем. Две недели мы находились, с 3 по 17 мы находились в реанимации. Ребенок был в очень тяжелом состоянии, медикаментозная кома была. Ребенок мой заново научился сидеть, говорить, стоять, ходить. То, что мы пережили, это... Женщина и ее супруг не раз писали заявление в правоохранительные органы, но получали отписки с заключением состава преступления нет. Однако жильцам пообещали в скором времени установить на площадке резиновые пластины. Обещания никто не выполнил, а между тем количество детских травм на том же самом месте продолжало расти. Сколько я живу три года, да, вот три года вот эта площадка находится в таком состоянии. Очень, сами видите, очень в ужасном. И просто детям нашим спокойно здесь гулять, играться, ну негде, не получается. И машины проезжают, проезжает часть. Моя девочка тоже вот так один прекрасный день играла здесь на площадке. Из-за того, что там горка уже в убитом состоянии, она хотела на нее залезть, не залезла, отошла от нее и упала. Упала прям головой об бордюр. Когда она упала, мы обратились в многопрофильную больницу. У нас диагностировали легкое сотрясение. Девочка две недели находилась дома, не посещала той школу, пропустила. И вот у нее здесь остался шрам. Сколько у нас здесь детей с качелей падает за то, что качеля в таком убитом состоянии. Сотрудники УЖКХ разводят руками, утверждая, что в Махачкале, согласно программе комфортной городской среды, в 2017 году был благоустроен 61 двор. И ни в одном из них, согласно документам, покрытие площадки резиновым полотном не было предусмотрено. Инспекторы, которые принимали эту работу, они принимали непосредственно работы, которые были предусмотрены в этой программе. Но не был предусмотрен этот вид, в связи с этим и не была установлена данная резиновая площадка. Хочется добавить, что нами сейчас, на сегодняшний день, считается сметный расчет, имеется в виду объем работ на выполнение данных работ, а именно устройство резинового покрытия. Далее будет смета направлена в финуправление для рассмотрения установки именно этого работы. Какое бы мягкое резиновое покрытие ни было, хотелось бы обратиться к родителям детей, чтобы всегда находились, не отходили даже в метр друг от друга, ну, от своих детей, а именно держали их за ручку. Допустим, ребенок поднялся на горку, я лично своего ребенка, я его всегда держу за ручку и сопровождаю все его действия. Родители и дети мечтают о новых безопасных качелях, каруселях, горках и турниках. В случае падения с которых им не придется биться об асфальт. Представители регионального штаба ОНФ солидарны с их мнением. Более того, они указывают на четкие требования согласно техническому регламенту Евросоюза о безопасности на таких объектах. Ну, конечно, это абсолютно не норма, это видно невооруженным глазом, и не надо быть специалистом, чтобы понимать, что это не детская площадка, а просто какая-то необустроенная или слегка благоустроенная дворовая территория. Здесь должно быть, естественно, покрытие, здесь должно быть ограждение на детской площадке, должен висеть паспорт безопасности, должны быть информационные щиты, на которых указаны часы работы, рост, вес ребенка, какие условия, правила безопасности они должны соблюдать. Естественно, здесь этого ничего нет. И самое интересное, что вот эти люди обращаются в администрацию, и мы обращались в администрацию. Нам отвечают, что все площадки, которые были запланированы в 2017 году, они построены согласно проектно-сметной документации. И на сегодняшний день никто из администрации пальцем не пошевелил, чтобы исправить вот это положение. А дети ведь гуляют здесь, играют, и уже ни один ребенок здесь упал. Все участники конфликтного вопроса, в котором не удается найти решение, наказать виновных и заключить, кто же все-таки и когда установит новое покрытие, сдаваться не намерены. Впереди у причастных к баталиям очередные обращения в прокуратуру. Лариана Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. В Махачкале межведомственная комиссия осмотрела ряд улиц, на которых необходима замена водопроводных сетей. На этот раз проверки подверглись объекты, вошедшие в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинском и Советском районах города. По словам Салмана Дадаева, в его адрес от жителей улицы, на которых запланирован ремонт, поступает большое количество обращений с просьбой обратить внимание на инженерную инфраструктуру. Так, по поручению мэра столицы, в течение двух дней было осмотрено более 15 объектов. По каждому из них были определены сроки проведения работы и составлен соответствующий график. Согласно нему, замена сетей будет проведена до укладки асфальтобетонного покрытия. Также по просьбе махачкалинцев, городские службы асфальтировали проезд к морю. Обратите внимание, на этот участок Салмана Дадаева неравнодушные граждане попросили в аккаунте мэра в социальной сети в Инстаграм. Специалисты «Махачкала-1» на протяжении двух дней проводили работы по подготовке восстановления дорожного полотна. Затем было проложено асфальтобетонное покрытие. В Дагестане стало больше еще на двух заслуженных мастеров спорта России. Почетное спортивное звание присвоено боксеру Альберту Батыргазиеву и борцу вольного стиля Гаджимураду Рашидову. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минспорта страны. Напомним, уроженец Дагестана, проживающий в Нижневартовске, Альберт Батыргазиев, стал победителем Олимпиады в Токио. До этого он четыре раза побеждал на чемпионатах России. Гаджимурад Рашидов в столице Японии завоевал бронзовую медаль. Также за плечами воспитанника Каспийской школы борьбы значится победа на чемпионате мира и Европы. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Смотрите наши новости завтра. Всего доброго. До встречи.